Девушки отдыхают Интерес к прошлому существует с тех пор, как появился род человеческий, а слово «история» заимствовано из греческого. Так назывались повествования о событиях прошлого. В эфире нашей телекомпании вышло более 20 передач «Неизвестная история Каннска». Все они подготовлены благодаря сотрудникам Каннского краеведческого музея и жителям нашего города, которые предлагали свои темы для передач и были участниками и очевидцами тех или иных событий, которые со временем стали историей нашего города. Сегодня мы расскажем о Каннском краеведческом музее, которому в этом году исполняется 100 лет. В первом выпуске «Обозрение у братского перевоза» Галина Ивановна Усольцева, бывшая директор музея, писала «На сохранившихся фотографиях открытое лицо. Такие были только в русской провинции. Ничего от героя и титула надворного советника. Везде Дмитрий Семенович Каргополов. Лицо, как говорили в его время, приватное. Окружают его на снимках дети». 1888 год. Ачинск. Каргополов работает заведующим городской библиотекой. Затем его переводят в село Аскиз Минусинского округа. В то время музеи только начинали открываться. В Сибири открылся музей при Томском университете, музей имени Мартьянова в Минусинске, общественный музей в Енисейске. Ачинский музей в Енисейской губернии был третьим музеем. Он был задуман Каргополовым для учебных и образовательных целей. Он был редким учеником, происходил из казацкой семьи, учился на медные деньги, много читал. Главной встречей в его жизни стал музей Минусинский. Он приехал туда после приезда Минусинск аптекаря Мартьянова. В двух маленьких комнатках за стеклом были собраны бронзовые топоры, засушенные редкие растения, кости вымерших гигантских животных, старинные глобусы, стеклянные сосуды с рыбами. Каргополов выбирает профессии учителя и приезжает в Красноярск, где встречается с Савенковым. Иван Тимофеевич был преподавателем и директором семинарии. Сын каннского купца, блестяще читал лекции и был одаренным человеком. Каргополов заканчивает семинарию и Савенков рекомендует его преподавателям. А в это время сам Савенков ведет археологические раскопки на Афонтовой горе. Каргополов в Красноярске начинает общаться с людьми, которые занимаются изучением Сибири. Он включается в работу губернского статистического комитета, собирает сведения по всей губернии, обрабатывает и систематизирует их. Эти сведения до сих пор представляют огромную ценность для тех, кто изучает культуру, историю, экономику края. Выходят в свет и записки Каргополова по истории Минусинского края. Много лет Каргополов изучает историю освоения севера при Енисейского крае. Служит инспектором народных училищ в городе Енисейске. Савенков рекомендует ему взять назначение на службу в Канск. Это город, который он знал с детства. Канск в то время был не изучен. Музея здесь не было. Дмитрий Семенович Каргополов подает заявление в дирекции народных училищ и к осени 1912 года получает назначение в Канск учителем-инспектором четырехклассного городского училища. В Канске работали археологи Казанского университета. Экспедиции Академии наук несколько лет уже вели сбор научных материалов в местах расселения прибывших из западных губерний России переселенцев. Начиналось изучение округа. Появились планы о создании музея. За годы Каргополов накопил коллекции и книги и пошел представляться городским властям. В 1912 году газеты в Канске писали, что господин Каргополов занялся вопросом об учреждении в городе музея по образцу Мартиановского музея в Минусинске. Высказывалось пожелание, чтобы музей отображал разные стороны жизни человека, начиная с древнейших времен и до наших дней. Однако от городских властей в то время помощи не было. Музей был личным делом Каргополова и оставался его частным собранием, смотреть которое, как рассказывали старожилы Каннска, мог каждый, кто пожелает. Он не жаловался на необразованность местных чиновников и невозможность работать, на убожество и пустоту окружающей жизни. Избегал судить и назидать. Он учил своим образом жизни, своим кругом занятий, отношениям к окружающим. Он был убежден, что сохранение памяти общей для всех людей, изучение корней своей родины найдут понимание. Музею содействовали коллеги и ученики Каргополова. Для музея в Каннске приносили и присылали все, что находили интересным. О занятиях Каргополова писала газета «Инисейская мысль». Инспектор городского училища Каргополов, рассматривая окрестности Каннска, нашел, что окрестности города были стоянками первобытных обитателей каменного и бронзового веков. Дальнейшие раскопки и исследования, произведенные Каргополовым, окончательно убедили его в существовании в большом количестве стоянок людей каменного и бронзового периодов, что свидетельствуется ценными находками, которые состояли из домашней утвари, оружия, амулетов. 1914 год. Война. В Каннске организуется лагерь военнопленных, среди которых были представители европейской культуры, профессора, археологи. Они проводили раскопки местных курганов и передавали в Каннский музей обнаруженные предметы – железные и каменные стрелы, урну, составленную из керамических черепков. Семья Каргополовых жила дома среди экспонатов. В доме из обстановки – простые железные кровати и столы. В 1980 году в фонды Каннского краеведческого музея поступило два письма из частной переписки. Жительница города Запорожье, Кузнецова, писала, что вспомнилась через 60 лет об основателе музея Каргополове. По натуре своей вспоминает она, «Дмитрий Семенович был добрый, веселый человек. Его все любили. Каждое воскресенье он шел в собор, потом обходил нищих, раздавал им мелочь. Его ученики – это весь город. Отзывчивым, деятельным и ненадломленным он оставался до конца жизни». Внук Каргополова рассказывал, что запомнилось ему о смерти деда. «Дмитрий Семенович умер скоропостижно от кровоизлияния в мозг. Крещенский мороз его хоронил весь Канск. Речь на могиле говорил писатель Зазубрин, автор романа «Два мира», который тогда жил в Канске». В 1922 году музей имел 6400 единиц хранения, лабораторию и небольшую библиотеку. Сегодня в фондах музея хранится 35 тысяч музейных предметов. Яркая иллюстрация истории Каннской Каннского района является тоннографическая коллекция, которая объединяет предметы быта, одежды, украшения, орудия труда, изделия, ремесел. В собрании 20 самоваров. Часть из них изготовлена на тульских фабриках. Гордость коллекции – четырехведерный самовар с гравировкой Каннской городской больницы, 1913 год. Самая большая коллекция – это собрание письменных источников, документы с конца XVIII века и по сегодняшний день, рукописные старопечатные книги, газеты, журналы, листовки. На протяжении многих лет собирался фонд музея. Учет музея ведется с 1952 года. В книгах внесены предметы с их описанием. Под номером первым значится экспонат «Каска прусская» 1916 года. Под номером два – «Святое Евангелие». В фондах хранятся также сбруи и седла, найденные еще Каргополовым. Если историю Каннска взять, вот так вот только историю Каннска, наверное, все-таки больше всего представлен период советский. И даже, ну, во-первых, период Великой Отечественной войны, Каннский район – период года Великой Отечественной войны. И очень хорошо представлены промышленные предприятия и другие учреждения города, это и образование, и медицина за период так называемого развитого социализма. По крупицам собирали фонды музея Нина Павловна Шевченко, Альбина Александровна Осколкова, Людмила Алексеевна Музыченко, Галина Ивановна Усольцева. Собирали вещи бывших фронтовиков, переписку, выслушивали очень много интересных историй о фронтовиках, жителях Каннска. О них рассказывали родственники, которые передавали в музей все, что бережно хранили дома. Разные предметы приносят жители Каннской и Каннского района. Собирались экспонаты, и благодаря экспедициям в 70-е, 90-е годы одна из таких экспедиций была на Бирюсе. Ездили в Федино, привезли туда огромную машину, сначала на катере Нина Павловна Шевченко, в первую очередь, конечно, организатор и вдохновитель всего этого дела была и сплотилась, собрала коллектив, ей отдельная благодарность. Они привезли целую машину этнографии. Ну, это все у нас выставлено в отделе этнографии, вы видели. Внизу в музее на выставке предметы, быты. У нас в музее хранится 35 тысяч единиц хранения, в том числе основного фонда 19,5 тысяч. Дело в том, что все предметы, поступающие в музей, они делятся на основной фонд, и вспомогательный. Основной фонд – это только подлинники. Это подлинники. Желательно, конечно, и с охраной, чтобы была хорошая, потому что средств у нас на реставрацию нет. Но есть вещи, много вещей, которые необходимо реставрировать. А вспомогательный фонд, несмотря на то, что там должны быть копейные материалы, только внесены туда, мы вносим туда не только мы, это все музеи так делают, вносят предметы плохой сохранности. Потому что, ну, жалко, если они без учета вообще нельзя, вот это такой, мы вносим в вспомогательный фонд. Допустим, черно-белые фотографии вы видели, которым по 100 и более лет. Они хранятся, нормально, хорошо хранятся. Они уже 100 лет, и в хорошем состоянии. Бумага, которая досоветская, она хранится гораздо лучше, чем бумага периода Великой Отечественной войны. То есть документы на такой бумаге. Сотрудников в музее было мало. В 40-е годы, например, работал один директор, и он же был истопняком. Но сбор материалов в музее все равно велся. Если говорить о разделе по истории гражданской войны и героях Советского Союза, много материалов собрала в свое время Анна Яковлевна Погожева, супруга почетного гражданина Каннска Николая Савельевича Крыштопы. Об этом периоде вела большую переписку с родственниками тех, кто воевал на фронтах. Много информации хранится в музее о предприятиях Каннска. К сожалению, одновременно показывать в экспозициях все это не представляется возможным из-за отсутствия площадей. Музей чем отличается? От библиотек, от домов культуры, от всех остальных учреждений. Чем? От школ, в конце концов. У нас часто вот сейчас все как-то скатывается на презентации. То есть через фотографии музейный предмет главное. Музейная лекция, музейный урок, он отличается от других уроков и лекций, тем, что он обязательно должен идти с показом подлинников, экспоната. Гордиться можно всем. А разве нельзя гордиться фотографиями, письмами? Или тем, что у нас вот на нашей земле написана книга первый советский роман «Зазубрины». Любым можно. О любом можно предметить, столько рассказать. Любая, вот кто нам принесет фотографию своей семьи, любым предметом можно гордиться. Потому что за каждым предметом, говорю, своя история. Вот та же вот ступа стоит внизу, там у нас выдолбленная. Мне рассказывают, сделал мой дедушка. А звали его Нижегород деревней. Почему Нижегород? А потому что он пешком пришел из Нижегородской бубернии, ходоком пришел сюда, в Сибирь, выбирать место для того, чтобы его земляки, крестьяне, перебрались сюда, в Сибирь, жили здесь, построили себе дома. Так оно и получилось. То есть за каждым предметом есть своя судьба и своя история. А вот наиболее такие, может быть, уникальные с точки зрения музейные предметы, да, наверное, вот можно назвать, отнести к ним такой вот рубль. 1726 года выпуска, да, рубль, медный, Екатеринбург, вес его 1636 граммов. В свое время Краеведческий музей перенес три переезда. Он находился на улице Парижской коммуны, где сейчас располагается магазин хижина. До 1976 года здесь и был музей. Затем коллектив перевозил все экспонаты в здание, где сейчас находится Спасский собор. Оттуда в то время переезжал драматический театр. Нам машины два раза дали чутила перевезти, медведей, да, вот эти шкафы, вот эти вот, которые за мной стоят. А так все перенесли на своих руках, в сундучках перевезли, на саночках перевезли, вот музей. Ну и потом самая страшная, конечно, эвакуация была, это вот на 10 лет упакованное в депозитарное хранение отправленной коллекции, когда мы вынуждены были уйти из собора. Хотя, в принципе, идея была Галины Ивановны в Сольцеве освободить здание собора, но так все завертелось вокруг, что надо было срочно-срочно, быстро. Упаковывали мы в течение года, упаковывали добротно, правильно, в соответствии с инструкцией, но помещение, в котором находились наши коллекции, оно не соответствовало тем требованиям, которые необходимы. Предъявляются музеи, но это естественно, складское помещение, понятно, там нет постоянной температуры, влажности. 10 лет стояли ящики у нас, значит, коллекции упакованные в ящики, и в 2001 году после ремонта было вот это здание. В фондах музея сформирована коллекция изобразительного искусства. Основу коллекции составляют живописные полотна красноярских художников, ценность художественного фонда составляют иконы, приобретенные музеем у частных лиц. В последние десятилетия заметно вырос фонд персоналей, содержащий документы, фотографии, личные вещи, принадлежавшие известным людям города и района. Так, например, бывший глава города Сергей Гуров передал музею на вечное хранение шахматы, подаренной ему губернатором Красноярского края Александром Лебедем. в день инаугурации Гурова. Музей располагает научной библиотекой. Фонд составляет книги по истории Сибири, географии, этнографии, археологии, искусству, справочные издания. Библиотечный фонд насчитывает более 5000 книг. В музее всегда работали энтузиасты своего дела. Галина Ивановна Усольцева, Людмила Алексеевна Музыченко, Альбина Александровна Осколкова. К сожалению, они ушли из жизни преждевременно. Определенный период возглавляла музей Нина Павловна Шевченко. У этих людей и училась музейному делу Галина Петровна Павлюковская, которая работает в Каннском краеведческом музее уже 39 лет. Говорят, что люди, работающие музеи, особенные. Для меня музей это не только работа, и не только для меня, и для моих коллег, которых, к сожалению, сегодня так мало со мной рядом осталось. Это, конечно, это не просто работа. Это, наверное, жизнь просто наша. Сколько людей каждое утро за шиворот себя поднимают и толкают на нелюбимую работу. Весь день находятся в среде, где все вокруг себя ненавидят, ненавидят то, что делают. А в наших делах каждый день новизна, все время какие-то открытия, да и сам моральный климат музея вдохновляет. Ведь работают люди с очень низким... Здесь работают люди с очень низкими материальными потребностями, но с высоким духом, с необыкновенной ментальностью. Не побоюсь сказать, это особая каста. 30 лет отдал работе музею художник-экспозиционер Аркадий Семенов. Для того, чтобы выстроить экспозицию так, чтобы она передала ту эпоху, тот отрезок времени, истории, который задуман сотрудником музея, непросто. Для этого, как говорит художник, надо любить свою работу. И музей стал для него второй жизнью. Рот музея – это большая роль для жителей города, для подрастающего поколения. Здесь прошлое, настоящее, будущее. Здесь в музее можно найти все для того, чтобы формировать свое отношение к жизни, к отношению к обществу. Когда я делаю экспозицию, я ставлю себя на место посетителя. Обязательно. Если я это не буду ставить, у меня она будет вялая, сухая, неинтересная. Я наблюдаю эмоции, как они относятся, на что обращают внимание. Это, в первую очередь, для меня это важно. Я стараюсь делать эмоциональные выставки, такие крупномасштабные. Это я учитываю, потому что сам ставлю себя, опять же, на место молодежи, разного поколения. Разного поколения человека ставлю себя. и в соответствии с этим у меня рождается образ, чтобы он был интересный, яркий, запоминающийся. Я делаю выставки интересные, сложные. Это еще в этом выставочном зале. Казалось бы, для меня понятно, интересно, а для посетителя не совсем понятно будет. Оказывалось, что приходили с предыдущими, вот я помню, молодые сотрудники, учителя, учителя, сотрудники приходили, все, и они вот эту вот мою задумку, они разгадывали быстро, интересно. Я был рад, доволен, что то, что я показывал всю сложность, они это поняли. Первое решение это в цвете, в цвете, так, что потом решение идет в пространстве, по вертикали, по горизонтали, в перспективе. Все это учитывается. для подачи, допустим, комплекса какого-то. И вот этот внутренний, в котором я его чувствую, я не могу это объяснить, но я его выражаю, уже в этом, в экспозиции показываю. Проходит и меняется время, меняются формы работы музея. Музей – это полноправный партнер в отношениях других, рыночных, и в смене идеологических рамок, подвижке менталитета. Поэтому сегодня музей – это полноправный партнер. И в Красноярском крае в данный момент уделяется очень большое внимание именно муниципальным музеям, в частности, Каннскому краеведческому. В нашем музее на этот счет очень везет, потому что музей – столетний, музей с богатым фондом, и музей даже знаменит своей историей, становления и развития. Другие сейчас ставятся задачи перед экспозицией. Не обилие информации, а именно сила того образа, сила режиссерского такого вот таланта, который воздействует на посетителя, на посетителя разного. Если раньше просто был посетитель, ему не придавалось значения возраста, категории, то в данный момент идет очень четкое дробление, что категория посетителей должна учитываться и возрастная, и социальные его слои, принадлежность и интерес, к которому приходит. То есть экспозиция, в общем-то, влияет на человека, заставляет его думать. Роль музея определяется, наверное, можно сказать, большой, еще в каком плане важный такой, что человек начинает думать и задавать вопросы о настоящем в рамках прошлого. Это очень сложная технология, и в данный момент коллектив музея озадачен освоением новых гуманитарных технологий, новых подходов. Что Каннский краеведческий музей является партнером достойным, говорит о том, что в данный момент, вот, например, мы приглашены для участия в международном фестивале Интермузей, который будет проходить с 1 по 5 июня, в котором я участвую. И это очень большая победа такая, что к нашему Каннскому музею вот сейчас такое внимание. Мне нужно поехать в Москву и представлять несколько минут презентацию, раздаточный материал именно вот по территории, потому что мы вступили, не могу сказать, что это еще проект, но на нас таки сделан, на нас сделан такой акцент, фонд Михаила Прохорова, у него сейчас есть большой, крупный проект, это новые музеи для Сибири. И он обратил внимание на Каннский краеведческий музей, ну это, конечно, как бы и радостно, но и ответственно. Ответственность в чем? Что там совершенно меняется подход и к оформлению, и к идеологической рамке именно вот подачи музейных предметов, именно я говорю, это образы, образы, именно образ города, как мы его пока представили, он привлек, и поэтому мы приглашены на международный фестиваль. Музей должен быть очень открытое учреждение для населения, это в первую очередь. Для населения, чтобы вообще наш город понял, что музей — это живое учреждение, именно там можно задавать вопросы. И напрягает то, что в основном ведут в музей ребенка, школьники приходят, а взрослое население, оно как-то считает, что или может быть не нужно, или как вот наша задача сдвинуть вот немного вот эту вот ментальную рамку, чтобы взрослый человек тоже приходил сюда задавать вопросы. Именно сравнивая прошлое, настоящее, будущее, мечтать о будущем, планировать свое будущее, потому что прошлое, оно мудрое, оно несет в себе залог успеха, неуспеха, но раздумий точно. Поэтому хотелось бы как можно больше использовать, разрабатывать форму работы с населением и сделать музей открытым. Музей осуществляет связь времен. Прошлое не исчезает бесследно, оно прорастает в настоящем, оставляет тысячи свидетельств своего развития в виде памятников материальной и духовной культуры, которые и хранят музеи. Сегодня мы перелеснули еще одну страницу из истории нашего города, который в 2011 году отметил свой 375-й день рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова